Стекло – вещь хрупкая, но «Интерглаз» превратил ее производство в успешный бизнес. Это одно из немногих крупных предприятий в Кыргызстане и ведущий экспортер стекла в Средней Азии. Компания играет огромную роль в экономике страны. Дина Пирогова – одна из полутора тысяч сотрудников завода «Интерглаз», которые находятся в городе Токмок. Это в 50 километрах от столицы города Бишкек. Отвечаю на заводе за производство листового стекла. Я знаю очень много людей, которые работали на заводе в советское время. Но после распада Советского Союза все начало меняться. После того, как был обанкрочен завод, люди потеряли в городе Токмак работу. Начались тяжелые времена для тех, кто живет в городе Токмак. После распада СССР Кыргызстан пережил падение производства во многих отраслях. Пока что страна – одна из самых бедных в Средней Азии. Более трети населения живет за чертой бедности. Поэтому поддержка возрождения работы стекольного завода так важна для развития экономики в целом. Новую жизнь в заброшенный завод вдохнул предприниматель, родом из Средней Азии. Владимир Штейнерт заново запустил производство в 2002 году. Ему помогли кредиты на общую сумму 22 миллиона долларов от Европейского банка реконструкции и развития, или ЕБРР. На заводе прошла модернизация, и сейчас компания снова лидер на рынке страны и сильный конкурент на рынках России и Казахстана. Благодаря кредиту Европейского банка нам удалось применить энергосберегающие технологии, которые позволили нам беречь тепловую энергию до 30% при производстве нашего стекла. Успех завода «Интерглас» – поддержка и другим отраслям экономики Кыргызстана. Стекло используют местные строительные компании, такие, например, как «Орион». Благодаря кредиту ЕБРР «Орион» преобразовывает это здание в Бишкеке в офисный комплекс класса А с использованием технологий энергоэффективности. Такие компании, как «Интерглас» и «Орион» – это будущее Кыргызстана. Поэтому оба проекта имеют поддержку со стороны доноров фонда ЕБРР для стран на раннем этапе перехода. Для компаний это означает получение услуг высококвалифицированных консультантов. Мы особое внимание уделяем при проверке соответствия качества строительных материалов, качества выполнения работ, нормам экологии и международным стандартам, правилам по строительству, а также еще вопросам охраны труда и социальной защиты. Еще один день на заводе в Токмоке подошел к концу. Дине Пироговой пора домой. Теперь она и ее земляки смотрят в будущее с большей уверенностью. Я счастлива, что я работаю на «Осоинтерглас» в городе Токмаке, дающим благополучие не только тем людям, кто работает на заводе, но и в целом городу Токмаку и Кыргызстану в целом. ЕБРР вкладывает деньги в перемены в жизни людей, таких как Дина в Кыргызстане. Мы прилагаем все усилия для поддержки роста экономики, для обеспечения светлого и прозрачного будущего, такого как стекло, которое здесь производят. Субтитры создавал DimaTorzok